здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок сегодня с вами я пашкевич она и на огороде марина геннадьевна мы рассматриваем такую тему как полив огурцов и полив кабачков собственно та тема которая очень часто сквозит и в комментариях и в прямых эфирах тот вопрос который вы часто задаете как правильно поливать эти тыквенные культуры перед тем как раскрывать особенности полива огурцов и кабачков необходимо понимать что для каждого региона они будут определяться своими специфическими условиями эта температура окружающей среды температура почвы состояние растений фенологическая фаза в которой они прибывают будто наращивание листовой массы или светение или массовое плодоношение также частота и обильность поливов будет определяться особенностями почвы в которой растут ваши растения и теми агротехническими приемами которыми вы пользуетесь при выращивании своего будущего урожая как кабачки так и огурцы они любят повышенную влажность в почве и повышенную влажность в воздухе относятся к влаголюбивым культурам поэтому их необходимо поливать часто и обильно температура воды который следует поливать эти тыквенные культуры должна быть не ниже 15 градусов потому что все что ниже особенно когда она ниже 6 градусов это прямой путь к развитию корневых гнилей поэтому по возможности необходимо воду подогревает на солнышке или если она как вы задавали вопросы на прямом эфире что делать когда вода очень горячая тогда разбавлять ее пожалуйста холодной водой доводите до температуры 20 25 градусов и смело поливайте свои растения лучше поливать вечерние часы особенно если мы говорим о обычные стандартные для лета температуре воздуха которая колеблется в районе плюс 24 плюс 26 такие мы такие вечерние поливы они будут благоприятно влиять как на ростах и на развитие ваших тыквенных культур если мы затрагиваем температура которая выше 30 градусов аномальная жара которая характерна уже не первый день особенно для наших центральных районов беларуси то тогда имеет смысл поливать огурцы как вечером так и утром таким образом мы будем поддерживать и повышать их стрессоустойчивость как я уже говорила и огурцы и кабачки любят повышенную влажность почвы и воздуха поэтому если вы поливаете огурцы вечером то для сохранения воздушной влаги влаги воздухе можно использовать такой агротехнический прием как прикрывание ваших урожаев пролили огурцы и накрыли их будто спамбондом или каким-нибудь дышащим материалом и таким образом до утра вы поддерживаете ту влажность воздуха которая будет для ваших растений оптимально будет лучше происходить завязывание будущих плодов также вы часто спрашиваете какова норма полива на растений или на метр квадратный снова необходимо смотреть на фенологическую фазу развития ваших растений если это фаза цветения то там норма полива будет порядка двух трех литров под одно растение если мы говорим о фазе активного плодоношения то норма полива будет пропорционально увеличиваться количеству тех плодов которые ваши растения формируют на себе то есть где-то 6 8 вплоть до 10 литров предугадывая комментарии на предмет того что если мы будем выливать по ведру воды под наше растение то у нас будет стоять болото снова смотрите на особенности своих почв потому что корни обитаемая зона она составляет 25 см и нам необходимо пролить наши растения не на 2-3 сантиметра почву как можно глубже хотя бы на 20 сантиметров чтобы обеспечить как поверхностную так и более глубокую корневую систему достаточным количеством влаги для тех огородников у которых недостаточное количество воды или небольшое количество возможностей чтобы постоянно поливать тыквенные культуры пожалуйста прибегайте к такому агротехническому приему как мульчирование которое минимум сократит количество ваших поливов в два в три раза если мы будем мало поливать наши огурцы то они будут небольшие кривые и горькие поэтому пожалуйста не жалейте времени и сил на то чтобы поддерживать оптимальную влажность а это порядка 70-80 процентов для развития хорошего урожая также есть особенность полива кабачков период их активного плодоношения когда растение завязывают по 10-12 плодов на одном кусте тогда необходимо количество поливов сократить но увеличить дозу той воды которую вы будете подавать своим растениям если это поливы в горячую пору то раз два раза в неделю два раза если это поливы в нормальную температуру то это будет раз в 5-6 дней и тогда мы будем поливать наши кабачки из расчета 2-3 ведра под одно растение но делать это опять же повторюсь реже если мы будем очень часто поливать кабачки в период их активного плодоношения то они будут желтеть и загнивать а этого совсем не хочется видеть на своих красивых овощных грядках надеюсь что это короткое видео поможет вам правильно поливать ваша тыквенная культура оставайтесь на канале про цветок ставьте лайки пишите комментарии и до новых встреч